Приветствую Украину, приветствую украинцев. Желаю Украине скорейшей победы в войне против террористической расы. Слава Украине, слава Грузии. Я над им хваладзе с 2 марта 2022 года присоединился к Украине в качестве доброволца-борца. Против Орка вместе со своими друзьями и сотнями других грузинских бойцов-доброволцев. С одной российской агрессии полномасштабного нападения на Украину, начавшегося 24 февраля 2022 года. К сожалению, в войне с Орками героически погибли более 60 грузин. Слава всем грузинским и украинским воинам, героически павшим в битве с Орками за освобождение Украины. Слава всем украинским и зарубежным борцам-доброволцам, борющимся за свободу, которые до сих пор борются против террористической расы. Я над им хваладзе вступил в вооружение силы Украины 2 марта 2022 года вместе с членами моего антиоккупационного движения. Нас зачислили в создании на Украине иностранный легион. Мы принимали участие в освобождении Ирпения, Гостомеля, Буча. Лично я, помимо выше перечисленного, участвовал в нескольких миссиях по оказанию гуманитарной помощи херсонцам, пострадавшим после взрыва дамби в Херсоне. Я доставлял необходимые вещи, приобретенные на личные средства, а также на средства пожертвования населением Грузии. Такие, как питьевая вода, продукты питания, одежда и другие, каждодневные, то, что нужно каждый день пострадавшим людям. Во время отключения электроэнергии в 2022 году я купил на свои средства несколько генераторов и передал их солдатам, сражающим на передовой Украине. Я также подарил автомобиль джип одному из грузинских подразделений на передовой. Моя деятельность в Украине кратко ограничивается этим рассказом. Если много еще перечислить на это время, не хватит, за это извиняюсь. Много что делали мы с ребятами против русских, против этих свиней, которые напали на Украину. Вот, после всего этого, правительство Грузии по приказу Кремля объявляет нас, моих друзей, моих побратим, имения террористами. Сегодня на Украине воюют сотни грузин, составенные скольких грузинских частей и легионов, названия которых я специально не буду называть. Сегодня власти Грузии и служба безопасности Грузии начали рассладывание в отношении всех тех грузинских бойцов, добровольцев, которые борются в Украине не только за свободу Украины против страны террориста, но и за свободу Грузии в Украине, ценой их жизни. Украина, на земле Украины, они защищают Грузию, народ Грузии и грузинские земли. Вот, подозреваю, что это расследование против Грузии, против Картвели, против Сакартвелу, добровольцам, задание, добровольцам, это задание Кремля. Нас хотят объявить террористами и участниками государственного переворота грузинского правительства. Вы, наверное, знаете, что русские орки и русское правительство нас назвали террористами, которыми воюем, воевали Украины против них. А сейчас одно и то же текст от наших спецслужб. Сегодня отношение тех из нас, кто находится в Грузии, из числа добровольцев, считая менее, воюющих на Украине, Служба безопасности Грузии начала в отношении нас расследование по следующим статиям. Статия 18, дробь 323, часть 1, и статия 315, часть 1, которая предусматривает организация терроризма и попытка государственного переворота. Менея на Димахмаладзе вызывали на допрос. Службы государственной безопасности и в присутствии судей и допросились абсолютно абсурдными и нестандартными вопросами, на которые можно только смеяться. Вопросы такие, что серьезно нельзя подходить к этим вопросам и невозможно не смеяться на это. Я прошу украинские власти и украинские социальные сети донести до международного сообщества, что в Грузии есть правительство, которое выполняет задачи Кремля по наказанию грузинских добровольцев, воюющих на Украине. Воюющих на Украине и за Украину, за свободу Украины, и за свободу Грузии. Причина, по которой меня сегодня нет в Украине, заключается в том, что во время освобождения аэродрома Гастамеля я был тяжело ранен, отравлен химическим оружием, использованием русскими орками в Гастамеле. Вероятно, Зарином. Ну, нам так сказали. Даже лаборатории это доказали. И именно поэтому я нахожусь в Грузии на длительном лечении. Меня не дают, наверное, лечиться нормально, потому что я буду бегать на допросах или каких-то еще они, что могут натворить против нас. Вот что я хотел бы довести до вас, мои дорогие, мои побраты, мои друзья украинцы. С уважением над ним хмаладзе, боец, волонтер Украины. Дякую. Ми переможем. Слава Украину!